Оп, и стример уже на зарубу. Подтянулся. Бли-ли-ве. Так, ну что, берем две кларетки и поехали. Очень радует, что на этом рейтинге чуваки не додумались взять антимага. Просто берешь антимага и на этом рейте антимаг просто засолит. Изи. Там Сайленсер верит в своего Тинкера. Он думает, что у Тинкера Эншин 2, а Архон четыре... Подождите, он типа выебуется. То есть, по идее, у него ранг намного выше, чем у меня. И сейчас... И сейчас... Сайленсер на огромный плюс морали. Он думает, что сейчас у него Тинкер тупо засолит. Засолит. Ну, неплохой Эншин 2 Тинкер. Зафармил, по-моему, ровно ноль крипов с первой пачки. Лазер дал в крипа тоже не зафармил. И по Тинкеру видно, что это какой-то потнючий-потнючий задрот. Чисто пришел убивец на мид. Убивец пришел гнобить и душить. Хотя я не понимаю, зачем они... Бля, вот это вот чувство, когда... Ебать, ебать. Блядь, я услышал этот трек, у меня тупо сердце ёкнуло сейчас. Я просто... Блядь, этот трек, это... Блядь, трек, это... Это чувство, это просто аж до мурашек. Блядь. Просто десять тысяч. Просто десять тысяч в час ночи. Понимаешь? Так, блядь, на этом. Так, блядь. Шрайн, жди меня, жди меня, жди меня. Я дужу, жду, жду. Давай, давай, жмакай, жмакай, пошла. Давай душить его. Ну все, это наш. Чистая плата. Пацаны, есть ульта? Ульта есть, дерись. Есть ульта? Есть ульта? Давай, сам, сам, сам. Отлично. Ну, солим тинкера, там, архон, или кто он там. Все, этот сразу сейчас убегает. Видите, реакция тигра такая. Чисто сразу такой развернулся, сука, ракетки собрал. В мешок и побежал. Сосать ракетчик. Блин, почему всегда не хватает 0,5, а 0,7? Если, смотря что, если пива, то и 0,7, наверное, мало. Если водяра, то ты, сука, больной ублюдок в RTG. Я чисто вообще не знаю, как можно так пить. Ну, если это про алкоголь вообще, потому что я по-другому не знаю, о чем разговор. Про пиво вряд ли, потому что 0,5 и 0,7 пива, по сути, разницы не особо много. Гоу-сало убьем, поехали, пацаны. Гоу-гоу, дай Герму, дай Герму, дай все, и он мой, он мой. Ну, точнее, он наш. Не, он мой. Кстати, видите, Саленсер уже пишет. Аккаунт Вайер Тинкер. Блин, ну вот этот вот концерт, я вот смотрю это видео, и понимаешь, я представляю концерты у нас в России. Вот сегодня у нас зашел разговор в начале стрима, типа, ходил ли ты на концерты и хочешь ли ты на него пойти. Это будет какой-нибудь ночной клуб закрытый, и в нем будет вот такая вот херня, где куча малолеток и куча всякой херни, короче. И ты просто там толпишься, там дышать нечем, я уверен, будут курить в помещении, рыгать в помещении, и это просто невыносимо будет. Вот я не знаю, я не представляю себе какой-нибудь, не вообще, не хочу даже идти ни на какой концерт. Еще во времена, когда я в универе учился, я в ночном клубе был раза два, наверное, и то я был там с друзьями просто ужраться в дерьмо, а потом, чтобы тебя увезли, сука, оттуда в Минозе твои друзья, опять же, и ты очнулся где-то дома. И чисто и с руки, и с руки навалять, и навалить с руки. Я, когда ходил по этим клубам и гулял, я это делал не потому, что мне это хотелось сделать, а потому что просто я не всегда мог дома играть в доту. Потому что у меня, как бы, батя, он когда видел, что я за компом, он, ну, если я сижу при нем за компом где-то, сидел более часа, то он начинал сгорать потихоньку и просто забирал роутер там и так далее. И говорил, что, типа, ты не охуел ли сидеть, играть, иди, блядь, займись делом. Мне дома делать было нечего, и я уходил. Я просто уходил куда-то гулять в компьютерный клуб, бухать там еще куда-нибудь. Лишь бы не сидеть дома и не ебланить. Потому что если не сидеть, не играть в доту, то делать нечего. То есть если бы у меня родители были менее строгие к моей игре в доту, то я бы, наверное, вообще никуда не ходил, я бы просто сидел и играл в нее. Но, опять же, я не считаю, что это прям пипец как плохо, то, что я куда-то ходил. В принципе, во вред это не пошло. Алкашом я не стал, не стал фанатом, блядь, ЛДжея и так далее. Поэтому, в принципе, все. Спасибо. Я не знаю, как мне вообще играть в эту игру. Это самая дорогая игра в дота 2. Кто не в курсе. Времена были классные. Иногда, знаешь, иногда вспоминаешь то, что было раньше. Ну, там, когда мне было лет 13-14. И просто, вот, знаешь, бывают моменты, насколько становится хуёво, когда ты понимаешь, что в твоей жизни больше этого никогда не будет. И, ну, как бы, блин, это реально было офигенно. Это было офигенно. И вот хочется вернуться в то время, потому что, блядь, было как-то все просто. То есть ты, там, я не знаю, школа закончилась, пошел в компьютерный клуб, поиграл, друзья, никто не работает, ты каждый день видишься с друзьями, там, нету ни у кого никаких вот таких вот проблем. То есть, вот, меня ебут волки, например. Раньше этого не было, понимаешь? Хорошо, плюс бабки. Отлично, контролят. Клон. Нормально, нормально. Ну, как сказать, в 13 лет свои приколы есть. То есть, конечно, да, ты не можешь себе там что-то, у тебя нет машины, ты не можешь себе купить ничего, да. Но, с другой стороны, от тебя никто и ничего не требует. Ты просто делаешь, что хочешь, ты беззаботный, сука, ты ходишь в компьютерный клуб, играешь в нем в доту. И все. Помню просто, как проходило лето. То есть, летом все твои друзья, они реально выходят там с утра, потому что дома делать нечего. Никто тогда много не спал. Тогда, я не знаю, ты в 9 утра просыпаешься, и ты просто куда-то уже идешь. И то есть, вы собираетесь, и целый день вы там вместе тусите, бухаете, играете, неважно. А потом, с возрастом, когда ты становишься старше, просто у меня друзья все, ну, большинство, они были старше меня лет на 5. И вот, когда я был в классе, наверное, в 8-м, 9-м, они были там на 2-м курсе универа, там где-то так. Вот. А потом, потом, через там годы, когда я уже учился там в 11-м классе, или на 1-м курсе универа, мои друзья уже, им было лет по 24, там, я не знаю, по 23, и они уже работали. И ты уже не мог с ними увидеться, мы уже собирались только по выходным, и все меньше, 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 меньше. И потом уже общение свелось к тому, что вы видитесь раз в неделю, а потом уже и не раз в неделю даже. То есть все меньше и меньше свободного времени. То есть вот то время беззаботное, это реально классно, когда тебе не надо ничего делать, и ты можешь каждый день, целыми днями, как бы проводить время со своими друзьями, так сказать. Вот. А потом просто уже наступало лето, наступало лето, и ты уже не рад был этому лету, потому что ты думаешь, ну, блядь, лето, а делать летом нечего. Если раньше мы пошли в компьютерный клуб и устроили зарубу, то теперь чё делать летом? Все работают. А если ещё появлялась девушка, то это всё, это минус пацан. Это, знаешь, был пацан и нет пацана просто. Спасибо за игру, пацаны. Спасибо за игру. Давайте просто пообщаемся, ребят, и на этом закончим. Олег, ты против курения? Нет, я не против курения. Я считаю, что если хочешь курить, кури, и я сам могу покурить, типа. Я в этом ничего такого не вижу, я не категоричен к этому делу. Кроме стримов, я редко играю в доту, потому что, ну, смотрите, я сегодня играл 8 с половиной часов, стрим идёт 8 часов 25 минут. То есть я после стрима, я сейчас пойду покушаю, завалюсь вот сюда на кровать, вот сюда, ребят, вот сюда, и буду спать. Ну, как спать? Я включу какой-нибудь фильмец, сиречь, и буду засыпать потихоньку. Завтра проснусь, все дела поделаю, и подъеду с трансляцией. Вот такой вот план. Зачем вообще игровой стул, если можно катать на табуретке? Ну, смотри. Я тебе объясняю. Я раньше играл на обычном стуле, и у меня просто через 4 часа стрима, ну, это даже на стриме не проявлялось, я просто, когда после стрима вставал, у меня нереально, короче, болели плечи, спина и позвоночник. Ну, то есть это было не так, что с первого стрима, а вообще вот спустя там месяц-два, как я играл на обычном стуле, вот каждый день, у меня были проблемы со спиной. Просто я объясню, почему их раньше не было, потому что я у меня был, я вам рассказывал, ноутбук 13 дюймов, монитор, и я играл на кровати лёжа. Я ложил его на живот и просто играл. Поэтому у меня никогда не болела спина, потому что я играл лёжа. Потом, когда я пересел за стационарный комп, я уже играл сидя, и потом моя спина начала отлетать. А, был вопрос, откуда у тебя были деньги на компьютерные клубы? Ну, во-первых, мне давала бабушка деньги, иногда давала мама деньги. Батя вообще бабки мне никогда не давал, потому что я долбоёб. Ну, он так говорил. Вот, поэтому давала мама, давала бабушка, а потом, когда я научился играть доту, я уже начал их сам поднимать потихоньку. Ну, там, с кем-то на бабки один на один играл, какие-то турниры выигрывал, ездил в Воронеж, в Курск, ну, не помню, вот Курск могу обманывать, не знаю, в городские ланы, в Харьковские ланы выигрывал, и как бы, как для школьника, для студента это были неплохие деньги. То есть, получить, опять же, две тысячи рублей на человека за турнир, это больше, чем моя степуха была. Поэтому меня всё устраивало. Хорошо учился в школе. Ну, блин, в школе, по-моему, чтобы плохо учиться, надо вообще быть больным ублюдком. В школе нереально плохо учиться. Ну, как бы, опять же, если ты будешь просто задрить те предметы, которые нужны тебе для поступления, то это вообще изи. Ты можешь просто в школе, тебя никогда не отчислят, там, и так далее. Просто забить болт на все предметы, учить, там, вот тебе для поступления нужна математика, русский, физика. Всё, три предмета учишь, и ты легко поступаешь. Ну, просто там в школе пугают, там, мы тебя отчислим, там, бла-бла-бла, сявкой вырастешь, и так далее. Но это всё ерунда. Это всё ерунда. Какая у тебя мышка? У меня Razer Dizader 2000, не 2013, был 2013, который сломался года два назад, или полтора, и сейчас Razer какой-то там Dizader. Планируешь ли путешествовать в будущем? Пока нет. Пока нет. Пока нет, ребят. Попадался в ранки Деспапича. Там очень интересный вопрос. Да, попадался. Даже на Ютубе где-то есть. Нарезка, ну, не нарезка, а видос, где мы друг к другу там играем. Он на Варлоке, я там, по-моему, на Луне. Ну, по-моему, это не точно. Где-то есть. Кто тебя подсадил на дотку? Харьковский друг. Я приехал, ну, как бы я в Харькове когда был, я был там на каникулах летних обычно. И в очередные летние каникулы, это было в классе в 7-8-м, ну, мы обычно там вот с другом, там был рядом компьютерный клуб. По-моему, вот кто из Харькова, тот поймет меня. Полигон на гвардейцев-широнинцев. А, короче, огромный клуб, там было компов 100 где-то, 80 и так далее, 80-100. И мы, короче, летом, целое лето, короче, ходили в этот клуб и играли там во всякие игры. Там генералы по сети, казаки, Warcraft, Counter-Strike, и т.д. и т.п. Короче, во все подряд играли. Battlefield, еще 1942, 1942 Вьетнам, там все это было. Вот, а потом, не, с Дубасом я познакомился только потом на Ланах Харьковских. Вот, и там я познакомился с Дотой. Вот в очередное, очередные летние каникулы, когда я приехал, мой друг говорит, тут одна карта в Warcraft появилась, вообще лютая. Ну, я же, короче, вот это вот и начал играть в Доту. А, Олимпиаду, чемпионата мира по футболу, будешь смотреть? Я футбол вообще не смотрю и не играю даже в него. Я не увлекаюсь, никогда не увлекался футболом. Какие эмоции ты испытал при выходе второй Доты? Я помню этот день, когда вышла вторая, даже не то, когда вышла вторая, когда у меня появился инвайт во вторую Доту. Это было после первого интернешнала. Ну, у меня был, когда у меня появился инвайт во вторую Доту, онлайн Доты 2 был в районе 300 человек. Ну, это тот момент, когда появился инвайт у меня и у моего друга одновременно. И он ко мне, когда у меня родители уезжали, он ко мне приходил с ноутом, и вот сзади меня, вот там, где сейчас светит и стоит кресло, там стоял компьютерный стол. И я садился сюда, ну, или ложился за ноут, иногда сидя играл, редко, правда. Он садился туда. И мы просто играли вот так вот в дотку. Вот. И у нас появились инвайты, вот когда ты игру искал, то есть, мы могли игру искать минут 50 спокойно, то есть, посмотреть серию Сирича какого-то. Вот. Я помню день, когда у меня появился инвайт, тогда был универ, тогда учеба, я просто, я помню, я взял ноут на учебу, скачал доту, установил ее все и просто сидел на паре на какой-то лекции и играл в доту на антимаге против НСа, по-моему, потому что тогда были только, ну, как бы 300 онлайн или там 400, из них половина профессиональных игроков, их дружков и так далее. Все, ребятки.